Теперь поговорим о политических последствиях сегодняшнего удара по Крыму с политиком Леонидом Гозманом. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Да, вот мы обсудили военную часть только что. А теперь интересно, на как это аукнется в России, я не знаю, Путину или вообще в этой политической плоскости. Ну, понимаете, это кумулятивные вещи. То есть, я не думаю, чтобы конкретно вот этот удар мог привести к чему-то, к каким-то драматическим последствиям. То есть, конечно, когда-нибудь будет удар, который привезёт к драматическим последствиям. Но это будет та последняя соломика, которая переломила хребет верблюга. До этого надо было положить всё остальное. И, в общем, украинцы кладут много на хребет, чтобы он всё-таки в конце концов сломался. Вот. Значит, что здесь важно, по-моему, вот именно в этом ударе, вот именно сегодня. Дело в том, что вот я, конечно, не знаю, наверное, видимо, могут быть очень разные точки зрения по этому поводу. Но я про себя могу сказать, что меня очень как-то встревожило то, как проходил визит президента Зеленского в Соединённые Штаты. Меня очень это встревожило, потому что я захочу победу Украины и поражение фашистскому режиму Путина. Так вот, меня это ужасно встревожило. Там было очень много, во-первых, просто негативных сигналов, да, ну, типа того, что ему не разрешили выступить, в словах палате представителей, вот, что не дали вот эти ракеты Атакамс, кажется, да, не дали их. Опять же, я не знаю, насколько они важны с военной точки зрения. Но я вижу, что их не дали, их просили, их не дали. Вот. Но ещё было несколько сигналов. Вообще, мне кажется, что вот если сравнивать этот визит Зеленского с предыдущим визитом его уже в Соединённые Штаты, то предыдущий шоу на каком-то фантастическом энтузиазме, восторге всех его аудиторий, да, и там в Конгрессе с ним обнимались, и вообще чего только не было. Сейчас всё это более рутинно, более спокойно. Наверное, это неизбежно. Не мне судить, надо было Зеленскому ехать или нет, но, но, это плохой фон. И вот на этом плохом фоне украинские вооружённые силы показывают успех. И вот это очень здорово. Понимаете, про военно-стратегические последствия не моё дело судить, но совершенно очевидно, что на Западе усиливается позиция тех людей, которые считают, что Украина всё равно не может выиграть, всё равно у них ничего не получается и так далее. Это ответ Украины этим людям. Посмотрите, как это не получается. А вот как здорово получается на самом деле. И в этом смысле это может изменить позицию кого-то на Западе. Что касается внутрироссийской ситуации, то народ про это не узнает, ему плевать. Это важно для элит. Элиты получают ещё одно доказательство того, что верховный главнокомандующий не справляется со своими обязанностями. Да, перед следующим вопросом я сделаю несколько замечаний. Вот пришла новость, что по сообщению NBC News, Байден уже уведомил Зеленского о том, что США передадут Украине небольшую партию ракет Атакамс. Я надеюсь, что шеф-редактор мне подскажет, когда пришла эта информация после удара сегодняшнего по Крыму или после удара. Он мне подсказывает. Василий Азаров, уважаемые зрители, передайте нашему шеф-редактору привет лайком. Пожалуйста, я сама забыла вас об этом попросить, а главное, сама забыла его поставить. Давайте сделаем это вместе. Да, после удара внезапно. Смотрите, как Леонид Яковлевич, вы, возможно, в правильном направлении рассуждаете. Почему бы и нет? Нет, уже приходит вашим мыслям подтверждение. Я еще хотела, знаете, вспомнить, что в этот раз, что было неприятным фоном визита, то, что у New York Times, если я не ошибаюсь, сейчас по памяти говорю, вышел материал о том, что в Константиновке была украинская ракета. Оно может быть и так. Может быть, когда-нибудь история, наконец, окончательные данные нам по этому поводу выдаст. Но именно в день визита пишется об этом. Есть десятки, сотни, я уже не знаю, может быть, тысячи ударов российских ракет по мирным украинским городам, но акцент делается именно на Константиновке в день приезда. Мне, значит, это тоже показалось таким странным сигналом. А я вот еще что хотела у вас спросить в продолжении нашего разговора. Как вы думаете, есть ли у Украины достаточно потенциала, чтобы продолжать это показывать? То есть если Запад недостаточно поддерживает, недостаточно дает оружие, то, которое запрашивается, как-то появляется какая-то напряженность в отношениях, то Украина, например, усиливает такие громкие атакы, то есть ракеты не только, возможно, по оккупированному Крыму, но, может быть, например, перейдет к таким атакам по территории России, с которой на эту тему, как известно, есть разные терки у Украины со союзниками. Я не знаю. Я не знаю. Я думаю, что это знает только несколько человек в Украине, и это, конечно, топ-секрет. Сколько у них еще с тех, сколько у них ресурсов. Это, конечно, абсолютно секретная информация, которую они ни с кем не делятся. Со мной точно не делились, я просто не знаю. Я понятия не имею, насколько у них еще хватит сил. Я только могу им желать удачи. Пока силы есть. Знаете, удары по Крыму совершенно фантастические. По ДОПу вот этому, когда они уничтожили подводную лодку и корабль, когда они уничтожили триумф российский, и вот сейчас по штабу флота. Это, конечно, очень здорово. Причем, обратите внимание, после наших атак российских трупы мирных людей, раненые и так далее, после их атак выводятся из строя военные структуры. Я понимаю, что их атаки тоже сопровождаются попутными жертвами. Это неизбежно. Но такое впечатление, что российская армия пытается, чтобы этих жертв было как можно больше, а украинская все-таки пытается, чтобы их было меньше. Да, но вот интересно по поводу сегодняшней. Такой удар, действительно, мы уже увидели некоторые кадры в интернете, такой серьезный удар. И тем не менее пока сообщается и то неподтвержденные официально данные о шести пострадавших и об одном пропавшем без вести. Наш предыдущий спикер сказал, что, возможно, нанесен был удар именно сегодня, потому что там проходило какое-то совещание. Как вы думаете, похоже ли, ну просто поведение, да, вот это замалчивание, если что-то произошло? Или мы бы узнали все-таки, не смогли бы российские власти скрыть, что там было какое-то высокое командование? Ну узнали же мы о том, о гибели военачальника в Карабахе. Ну да. Вы знаете, ну по всей виду это означает вот что. Что, во-первых, что, скорее всего, не погиб никто из ваших офицеров. Во-вторых, что жертв вообще не очень много. Жертв не очень много. Это неудача, ну, понимаете, там стрелять по офицерам, действующим офицерам. Это не то, что там считается по мирному населению. Это вполне оправданная военная необходимость. То ли у украинцев не получилось нанести такой удар, как им хотелось. Тоже может быть. То ли они хотели нанести удар такой, устрашение. И для них была цель не вывести из строя конкретных офицеров, а просто показать, что всех достанем. Я просто этого не знаю. Но думаю, что действительно скрывать большие потери и скрывать потери высших офицеров не получится. Это не получается. Да, ну вот опять же могу дополнить, что сегодня вот буквально за несколько минут до сообщения о том, что произошел этот удар по Севастополю, Путин сидел, значит, со своими силовиками, министрами на совбезе. И там выступал Бортников, и у них что-то происходило. Буквально тоже любопытный факт, как это совпало, и что этим могла хотеть показать Украина или что-то такое. Они вполне могли нанести удар в момент совещания у Путина. Если у них был выбор, если у них есть, понимаете, опять же, опять же, я не знаю, технологии, да, может быть, это время удара определяется там тысячей факторов, которые политики не имеют в отношении. Но если у них есть выбор, они могут нанести час, через час, через три часа, да, то, конечно, правильно нанести в тот момент, когда Путин со своими, значит, там, общаются, вот, чтобы именно этим, которые сидят вокруг стола с ним, это не онлайн, да, даже если онлайн, да, чтобы им сказать, ребята, так вот этот у вас, который их совещание ведет, он же ничего не может, он же уже вообще ку-ку. Вы, ребята, вообще табакерку-то ищите, наконец? Да, поняла. И завершая сегодняшнюю тему Крыма, у меня остался последний вопрос, потому что часто говорят, что вот Крым – это такая, ну, как сказать, особенная ценность политическая для Путина. Вот если отберут Крым у него, ну, условно говоря, освободит, вернет Украина Крым, то дело дойдет либо до покерки, либо до какого-то такого беспрецедентного падения рейтинга, что его уже будет ничем не поднять у Путина. В общем, как-то власти он лишится. Может быть, такой вариант, что Украина вот сконцентрируется на Крыме, полностью его освободит, и все остальное произойдет само? Ну, вы знаете, насколько реально освободить Крым, я, опять же, не знаю. Это дело военных, и этого не знает никто, и в этом случае даже генерал Залужин не знает, потому что он же не просто в Крым повезет своих солдат, он же будет преодолевать сопротивление российской армии, а возможно, это или нет, и быстро ли это можно сделать, я не знаю. Я верю в окончательную победу Украины, потому что я понимаю, что Путин победить не может. Понимаете, вот никакого Крыма, Киева ему не видать как своих ушей. Ну, совершенно очевидно, да. В конце концов Украина победит, но как быстро, не знаю. Но в чем я абсолютно уверен, и это совершенно согласен с тем, что потеря Крыма, то есть освобождение Крыма украинцами своей земли будет страшнейшим политическим ударом по Владимиру Путина. Я думаю, что с высокой вероятностью он этого удара не переживет. И я даже думаю, что поддержки могут начаться еще до окончательного освобождения Крыма, начаться и тогда, когда украинские солдаты превратят Крым в остров. То есть, когда они уничтожат Крымский мост, ну или там возьмут его под контроль и перережут сухопутный коридор. Вот, может быть, уже даже тогда пойдут. Но освобождение Крыма или даже вхождение туда просто украинских войск и наземные бои на территории Крыма, я думаю, что они могут привести к отставке Владимира Путина. Опять же, не потому, что это военно-стратегически так важно. Я вообще не знаю, какое значение имеет Крым в военно-стратегическом плане. Я, по-моему, честно, мне как дилетанту кажется, что вообще никакого. Ну или почти никакого. Но политически очень важно, потому что Путин связал себя с Крымом. Понимаете, в чем дело? Поражение в Крыму нельзя будет скрыть. Вот что очень важно. Поражение в Херсоне. Не было такого города Херсона. Путин это словом в рот не берет. Понимаете, все, не упоминается. А кто знает, где тот Херсон? Кто помнит из людей? А про Крым он говорил постоянно. Вот поэтому я думаю, что это будет удар, которого, надеюсь, он не перенесет. Но там я только добавлю, что все-таки военное значение как минимум есть, потому что там флот стоит черноморский, из которого, в том числе, с кораблей отправляются ракеты по Украине. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. Так вы не только благодарите команду Ходорковский Лайв, которая для вас работает, но и помогаете Ютубу понять, что видео важно и нужно, и нужно его распространять. И обязательно подпишитесь, если вдруг почему-то этого не сделали. Так мы станем ближе. Спасибо за субтитры.